Друзья, я думал, что видел все, любое дно в смысле, однако российские пропагандисты каждый раз убеждают в обратном, в том, что дно еще не достигнуто и снизу по-прежнему продолжают громко стучать. Подводя итоги года, не могу не сказать о грядущих выборах президента России, которые, как известно, состоятся в марте, но которые уже сейчас, кроме истеричного смеха, никаких других эмоций не вызывают первое. А знаете ли вы, что на выборы уже выдвинулись и даже зарегистрировались несколько десятков кандидатов, то есть вроде бы у нас демократия, но не спешите радоваться, потому что и вот сейчас держитесь за что-нибудь. Большинство из этих кандидатов вы в глаза ни разу не видели, знать их не знаете, сразу вспоминаем карикатурного Явлинского, который на днях буквально типа шутила Дунцовой, мол, кто такая, впервые слышу. Да, ну это если по-человечески об этом говорить, ну вот даже то, что вы мне рассказали про какую-то девушку, о которой я понятия не имел, которую там что-то такое, ее куда-то не пустили, там не запустили, там она с хорошей программой, наверное, говорит, особенно с прекрасной биографией. В общем, все это известно. Так и что? И вы дальше еще какие-то вопросы задаете? Ну, б***ь. Правда, это уже второе. Да, если вы посмотрите на список всех остальных претендентов, которых, кстати, в отличие от той Дунцовой как раз зарегистрировали, вы просто обалдеете. По сравнению с этими ноунеймами, госпожа Дунцова вообще звезда голливудская, но это еще не все третье. Попалось тут на глаза забавное кино, не знаю, кто автор, но крайне интересная нарезка. Чем она интересна? Дело в том, что там журналист задает кандидатам вот этим вот простой, понятный, как мне кажется, вопрос, вы зачем идете-то на эти выборы за победой? Послушайте, что они отвечали. Вы планируете победить? Ну, что, да, во-первых, что считать победой. Вы планируете победить? Конечно нет. Я найден, похоже. Вы планируете победить? Я планирую сделать все для консолидации русского общества. А победить? Вы планируете победить? Мечтать нужно всегда. Но вы не планируете? Вы знаете, планирует Господь Бог. Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноген. Это просто праздник какой-то. То есть эти люди говорят прямым текстом. Нет, я иду не побеждать. И вот тут уже я тогда хочу спросить, а на кой ляд вы туда выдвигаетесь? Зачем? Побыть массовкой для одного единственного человека шутом гороховым. Петрушкой с гармошкой. Но даже это не так важно. А в курсе ли кто-нибудь, что выборы мартовские обойдутся налогоплательщикам в 33 миллиарда рублей? Это только прямое финансирование о скрытых тратах. Никто вам никогда не расскажет. Но думаю, что цифру смело можно умножать на 5 или даже на 10. Не слишком ли дорого? Россия обойдутся вот эти вот петрушки-аниматоры. Денег же, как известно, нет. Давайте потуже затянем пояса. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Нет. Ага, на петрушек зато есть лишние миллиарды. Завелись, это реальная журналистика. Сегодня подводим итоги уходящего года, да и, наверное, целой эпохи, которая называлась демократической Россией. Поехали! И если сейчас начать искать виновного, кого-то одного мы не найдем. Не только власти и Памфилова перманентно уничтожали в нашей стране гражданские институты. Они ведь, если честно, лишь реагировали на запросы общества. А общество долгие годы политикой, как известно, не интересовалось. Что-то начинать менять надо не в декабре-марте. 23-24 теперь уже просто поздно. Этим нужно было заниматься много лет назад. В 2011-12 годах. Например, помните, когда Москва вышла на многотысячные митинги. Их позже еще назвали болотными. Вышли люди как раз по причине нечестного подсчета голосов на выборах, например. По причине обмана, который устроили в высших эшелонах власти, я про так называемую многоходовочку сейчас. Причем вот эти вот вышедшие, это ведь были не маргиналы. Это были 30-40-летние москвичи с хорошим, как правило, образованием. С неплохими доходами, даже с понятной и понятной позицией. Но регионы в тот момент протест не поддержали от слова совсем. Типа, наша хата с краю, мы ничего не знаем. Пусть москвичи сами бодаются, а у меня дети, кредиты. И именно тогда мы открыли вот этот вот ящик Пандоры, власти поняли. Если толпа почувствует силу однажды, она эту власть просто снесет. И как раз под эту сурдинку начали закручивать гайки. Сперва запретили проведение любых массовых мероприятий без разрешения. Во что это вылилось, вы сегодня уже знаете. Теперь даже за одиночный пикет можно загребеть. Параллельно началась охота на самых заметных оппозиционных деятелей. Я не оговорился, сейчас именно охота. И то, что это вот так вот называлось, сейчас, например, говорится уже даже в открытую, даже на самом верху. Ну вот, пожалуйста. Если честно, я считаю, что беда нашего народа заключается главным образом в том, что народ у нас почему-то уверен. Мы все вместе взятые умнее, чем эти господа из Кремля. Вот только и я, и многие мои коллеги много раз говорили. Поверьте, там не дураки сидят, это очень умные ребята, это светлые головы. И каждая из этих голов не просто так ест свой хлеб, ты еще подумать не успел о чем-то. Они уже этим занимаются. Ну вот простой пример. Один из самых популярных выкриков до недавнего времени. Я не буду голосовать на этих выборах, пока в списках не появится мой кандидат. Хотя умные люди еще много лет назад говорили, а он там не появится. Голосуй за любого, пока есть возможность, кто хотя бы приблизительно соответствует твоим представлениям и стандартам. Нет, отвечал наш народ так, дело не пойдет, дайте мне моего кандидата. Итог. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес, отныне в списках вообще никакого кандидата нет. Есть кандидат от власти, есть массовка, которая открыто заявляет, да, мы массовка, кто забыл, я напомню. Вы планируете победить? Конечно нет, я найден, похоже. Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноги. О том, что выборы будут отменять, говорил в свое время, кстати, сливной бачок Жириновский. Многие ошибочно называют его каким-то пророком, предсказателем, но он просто был сливным бачком, через которого спускали в массы важную для Кремля информацию и смотрели затем на реакцию граждан. Вот так это работало. Через 6 лет. Вы знаете, что вообще выборов не будет? Вот я вам сейчас говорю. Девушка, вы на меня смотрите, вопрос. Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. И надоело потасовку делать. Будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседание госсовета. А госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, зенаторов, депутатов. Человек 30-40 будут сидеть в этом георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно, как Сизепинь. Все, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его, как Моу Цзэдуна. Страшно, очень страшно. Кстати, сразу предлагаю вспомнить 2019-й, когда в Москве к участию в избирательных кампаниях не был допущен ни один кандидат от несистемной оппозиции. В наглую, причем напрягите память, как людям отказывали в регистрации. У вас подписи фальшивые, говорили в избиркомах. Да нет. Вот он я, вот это мой паспорт. И это именно моя подпись. А наши эксперт считают, что подпись поддельная. И вообще вы голограмма, брысь отсюда. Было? Было. То же самое мы, кстати, увидели и сейчас. 100 нарушений. У той же Дунцовой нашли из 500 подписей. А че не 100 тысяч, не миллион. И, кстати, хочется поинтересоваться нотариус, который те документы сдаверял. Он нотариус или идиот? Катерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любое минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт все равно опыт. Да я тебе нахуй! Я тебе нахуй! При этом народ наш даже сейчас уверен, что он все равно умнее кремлевских товарищей. Мы ваши выборы будем бойкотировать. Самый популярный лозунг, наверное, последних 10 лет точно, который в режиме нон-стоп звучит и сейчас. Мне у таких людей хочется поинтересоваться. Ты на самом деле думаешь, что своим бойкотом кого-то там напугал? Да настолько, что Памфилова и все сотрудники администрации президента под столами спрятались и сидят теперь, дрожат. Миша сказал выше. В АП работают не дураки. Там очень светлые головы сидят. И эти ваши бредни. Про бойкоты выборов они услышали годой этакого 17-м. Поэтому быстренько подсуетились. И теперь у нас голосование проводится не одним днем, а в течение трех. Объяснять надо почему. Но я все-таки объясню правильно. Чтобы в случае угрозы вот этого вашего бойкота нагнать на участки тех же рабов-бюджетников пинками, которые за оставшиеся два дня обеспечат нужные результаты кому, а тому, кому нужно. К тому же три дня голосования на пинках, или как сейчас придумали передвижные пункты для голосования, по сути автобусы, а по сути те же пинки. Да и такой простор для фантазии! Сразу вспоминается фильм «Банны Нью-Йорк». «Эй, ты куда?» «А я сегодня уже проголосовал дважды, дважды!» «И ты думаешь, что этого хватит?» «Живо иди голосовать еще!» «Вы меня рассмешили!» «Дай вам Бог здоровья!» «Потому что уже конец рабочего дня, так в принципе уже спать пора!» «Поеду домой с хорошим настроением!» Но даже это еще не все, дорогие мои бойкотеры! Мы как-то с вами совсем забыли, что пару лет назад в руках избирательных комиссий в России появился такой офигительный инструмент, как ДЭК, дистанционное электронное голосование, пока он внедрен только в крупных городах, где традиционно высок процент протестного электората. Ну, это же вопрос времени. И когда оно заработает на полную катушку, да господи, хоть ты убайкотируйся, можешь в принципе сдать свой паспорт, забыть твой избирательный участок, потому что при помощи ДЭК нужный властям кандидат сможет всегда набрать свои 146% и фиг ты кому что докажешь! Я к чему сегодня завел именно эту песню под самый Новый год, а к тому, что, ребят, мы действительно сами все профукали. Пока мы с вами не интересовались политикой, лунные ребята оттуда сделали все, чтобы остаться у Кармушкина всегда, и как быть сейчас, я даже не знаю. Конечно, есть еще кое-какие варианты, но А их совсем мало, осталось и Б. Это варианты не ближайшего времени. Мы почему-то снова уверены, вот в марте что-то изменится, да ничего не изменится в том марте, нам теперь понадобится несколько лет, может быть, для того, чтобы сначала стать каким-то гражданским обществом, например, чтобы перестать плевать на себя самих посредством вот этой вот чуши, мол, меня оно не касается, и только когда мы тем самым гражданским обществом станем, можно будет подумать о каких-то выборах, о какой-то вероятности победы там своего кандидата вероятности. Подчеркиваю, пошли бы этим путем 10 лет назад, сейчас вы могли на что-то рассчитывать, а пока прощаемся с демократией в моменте. Все переваривайте, ну и, конечно же, с Новым годом. Там продолжим, кстати, уже начатую сегодня тему, а пока просто отвлекитесь от всего и с праздником. Это была Реальная Журналистика, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает по движению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!